Всем привет! С вами Сюзанна и сегодня мы снова будем рисовать на стекле. Для этого я купила вот такую вот небольшую фоторамку размером 15 на 21 сантиметр. И нарисовала на стекле такой рисунок черным маркером. Кстати, насчет маркера я использовала перманентный маркер от фирмы CentroPen. И он у нас водостойкий. Линии получились довольно тонкие и аккуратные, не пришлось ничего подтирать, как я это делала раньше с акриловым маркером. Да и как видите, этот вообще не стирается. Ну а раскрашивать мы будем вот такими акриловыми красками в баночках. Столько цветов нам понадобится для сегодняшнего рисунка. Еще, конечно же, кисточки разных размеров. Ну и естественно, палитра без нее никуда. И для начала аккуратненько протираем наше стекло, потому что во время нанесения ларина лично я его уже сто раз залапала. Хотя и перед этим уже тщательно вытирала. Так, поскольку подобные рисунки нужно раскрашивать поэтапно, то есть слой за слоем, я начинаю с самых маленьких участков. Их, конечно, здесь немало, особенно на тортике, который держит в руках Эл, но я все-таки решила начать именно с глаз. Потому что этот тортик находится в самом краю, и, скорее всего, я уже сто раз задену его руками, пока буду окрашивать какие-то другие детальки. Поэтому буду стараться заполнять цветом, именно идя сверху, чтобы особо ничего не смазать. А ведь я могу, и такое случается очень часто. Ну что ж, ребят, мы дошли до одного из самых ответственных моментов. Это покрас волос, потому что его волосы имеют три разных оттенка. И это все нужно как-то аккуратненько прокрасить, чтобы это смотрелось более-менее эстетично и красиво. Сейчас я все примерненько наляпываю большой кисточкой, а потом уже буду растягивать маленькой. И вот знаете, даже несмотря на то, что вот эта вот кисточка достаточно маленькая, тоненькая и вроде как удобная, ей очень сложно делать подобную работу. На самом деле я даже не знаю, как ее облегчить, потому что нанесение такого толстого слоя, ну, не может быть каким-то легким. Да еще вдобавок, его нужно распределить максимально равномерно, чтобы не было никаких зазоров. Обычно я делаю это все в один этап, то есть я не наношу тонкий слой, не жду, пока весь он просохнет, и потом не наношу второй. Потому что изначально, когда вы наносите первый тонкий слой, вы сразу же задеваете сам черный контур, и, к сожалению, он может смазаться. Так что без гор краски нам здесь не обойтись. Хотя, знаете, можно еще пользоваться контурами. Это такие же краски, только сразу же со специальной тоненькой насадкой, которые, ну, вроде как упрощают работу. Но, ребята, они стоят намного дороже, чем вот такие вот обычные краски, но, по сути, это одно и то же, вот только платим из-за насадочки. Вот, ну, мне кажется, это не особо выгодно, особенно в подобной работе. Думаю, стоит немного постараться и немножечко больше потратить на это времени и сэкономить, прилично так сэкономить. Главное ни в коем случае не спешить, уделять внимание контурам, чтобы они не размазались, и, конечно же, давать времени предыдущему нижнему слою полностью обсохнуть. Потому что иначе, если они у вас смешаются, то вы, скорее всего, уже ничего не сделаете. Тут уже либо полностью стирать этот участок, либо даже не знаю. Просто у меня такое пару раз было, что нижний слой, на котором было нанесено довольно-таки много краски, он до конца не высох. Ну, видимо, было, что он вроде как высох, но на самом деле часть из этого не высохла. Вот эти вот бугорочки, под которыми была еще вязкая жидкая краска. И, в общем, они просто смешались. И в итоге, чтобы хоть как-то ситуацию исправить, мне пришлось все вытирать ватными дисками и перекрашивать. Так что, как вы сами поняли, лучше здесь немного подождать, чем два раз, блин, переделывать ту же самую работу и еще вдобавок ждать намного больше. Кстати, ребят, как вы уже знаете, это моя третья работа по рисованию на стекле. И мне кажется, я ее выполняю намного лучше, чем та же первая, где я рисовала Леви. И в итоге, именно по этому поводу, если у меня действительно хорошо и красиво получится раскрасить Элла нашего на стекле, то, скорее всего, если, конечно же, вы захотите, напишите мне об этом в комментариях, вот под этим видео, я разыграю данную картину в своем конкурсе в Инстаграме. Я очень старалась сделать все аккуратно, правильно, дожидалась, пока слои все обсохнут, и именно сейчас мы с вами посмотрим, что же у нас в итоге получилось. Мне самой уже не терпится увидеть, и вот вы как раз решите, хотите вы такой приз или же нет. Просто посмотрите, какая булочка получилась, лично мне очень нравится. Реально виден прогресс, ничего нигде не смазано, все настолько идеально, что я сама в шоке, и надеюсь, что вам также эта картина нравится. Ребят, обязательно напишите в комментариях под этим видео, хотите, чтобы я разыграла нашего Элла в конкурсе, или же оставить его себе. Но не думайте, мне не жалко его разыграть, а наоборот, хочется поделиться частичкой своего творчества с вами. Так что обязательно напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну и, конечно, минутка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все, всем огромное спасибо за просмотр, ссылочка на мой инстаграм будет в описании, потому что именно там вы сможете узнавать о новых конкурсах. А мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok